МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вычитать и умножать, малышей не обижать. Не только этому учат в современной школе. Как реализуется проект по созданию современной образовательной среды для школьников, проверили депутаты государства на Советы Чувашии. Начальная школа Чебоксарского лицея номер 4. Дети учатся правильным действием при спасении утопающего. Роль последнего в данном случае играет конус. В таком формате здесь проходят уроки ОБЖ, которые у большинства школьников начинаются не раньше восьмого класса. Лицей выиграл грант на проект «Безопасное детство». Пока большая часть членов Комитета Госсовета по социальной политике и национальным вопросам наблюдала за тем, что происходит в спортивном зале, Андрей Александров помогал рисовать сердце человека на занятии кружка юных исследователей. Здесь рисуем вот такой отросточек. И клапан мы с тобой нарисовали. Какую функцию выполняет сердце? Что сердце делает нашим организмам? Мы живем с помощью него. Кровь течет, пульс есть. Просторные кабинеты с игровыми зонами и для всех учеников без какого-либо отбора уроки танцев. Это все пример того, как в республике реализуется проект «Современная образовательная среда для школьников». По этому принципу организуют образовательные процессы в будущей школе микрорайона Волжский 3. Здесь разместят еще один корпус в столичной гимназии номер 5. Это позволит решить проблему второй смены во второй Чебоксарской школе и разгрузить 27, 39, 54 и 59 школы, где сейчас учатся дети района. Цель директора депутата Государственного совета Инны Исаевой сделать образовательное учреждение не просто школой первой половины дня. Школы сегодня должны быть и с хорошим дополнительным образованием. Мы строим с вами кванториумы, но нам нужно понимать, что и в самой школе дополнительное образование может реализовываться. Поэтому эта зона предполагает производство швейное, производство, связанное с 3D-моделированием. Сейчас внутри еще идут отделочные работы, однако внешнее здание уже напоминает Чебоксарскую школу номер один, которая открылась с 1 сентября 2017 года. И это еще один пример современной образовательной среды. Общая цель выездного заседания комитета – посмотреть, насколько эффективно расходуются бюджетные средства на создание условий для учеников и учителей. У меня впечатления самые приятные. Во-первых, и школа номер один, и лицей номер четыре, и действующие школы. Тут созданы все условия для получения глубоких знаний детьми. И не просто знаний по предметам. Дети здесь развиваются. Они развиваются в различных направлениях. У них много направлений дополнительных занятий. Радует, как выглядят наши школы, как они оснащены, какие там приятные спортзалы. Впрочем, у каждого из членов комитета есть и своя задача. Для меня, как ректор педуниверситета, это очень важно. В каких стенах воспитываются выпускники и где, в каких условиях будут работать учителя. Наверное, для меня, опять же, вторая тема гораздо важнее. Какого учителя к этим условиям, новым условиям готовить. Основная же задача современной школы – удовлетворять потребности времени. Создавать такие условия, чтобы родителям и ученикам не требовалось дополнительная помощь репетиторов, отметили депутаты. Впрочем, иногда новое, хорошо забытое, старое. И, вопреки некоторым прогнозам, детей не перестанут учить писать ручками. Во всяком случае, в ближайшем будущем. Не только не перестанем писать руками, мы еще и технологию возвращаем. Сегодня же уметь работать иголкой, ниткой, я не знаю, раньше выжигание было, столярные мастерские. Все это становится актуальным. Привели в соответствие федеральным ряд местных законов, заслушали отчеты чиновников и приняли отставку коллеги с поста заместителя председателя парламентского комитета. Такой стала очередная 30-я сессия Государственного совета Чувашии. Одним из первых стоял вопрос о внесении изменений в закон об объектах культурного наследия. Депутаты урегулировали вопросы, связанные с установкой информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, в том числе которые не имеют собственника. Впрочем, чтобы действительно сохранить памятники культуры, одних табличек недостаточно, считает депутат парламента Олег Мешков. Законопроект, конечно, очень актуальный. Но хочу сказать, что сама только таблица, которую мы на двух языках, на чувашском, на русском повесим, это не сохранит эти памятники. Это ничего не даст. Приведу пример, с которым я лично сам столкнулся. Это касается Чебоксарского ликера водочного завода. Связаны рядом строительства, нанесли серьезный ущерб, урон памятнику. И в итоге за памятник, борюсь, получать только я или наш коллектив. Наши обращения в разные ведомства, они пока без результата. Не стоит забывать и об археологическом наследии, отметил Петр Краснов. Сегодня, к сожалению, мы ни один объект археологического наследия, нигде, ни в какой точке Чуваши, ничего показать не можем. У нас нет ничего в городе, это или под брусчаткой, под асфальтом, под бетоном. Что касается тех археологических памятников, которые есть в республике, к примеру, Большотаибинское городище, им, по мнению депутата, стоит уделять больше внимания. Все эти вопросы в ближайшее время рассмотрят на заседаниях профильного комитета парламента. После внесения изменений в законы, парламентарии перешли к следующей части повестки – отчетам чиновников. Число преступлений в республике в прошлом году снизилось на 8%. Количество убийств и угонов автомобилей снизилось почти в два раза, рассказал министр МВД Чувашия Сергей Нияскин. Раскрываемость преступлений в прошедшем году составила 72,4%. А по особо тяжким составам 74%, что является третьим результатом по стране. И лучше по Приворскому федеральному округу. К уголовной ответственности привлечены почти 5,5 тысяч преступников. Хорошо сработали профилактические мероприятия. В прошлом году на них направили 366 миллионов рублей. О самых интересных моментах отчета о деятельности контрольно-счетной палаты нашему телеканалу рассказала в интервью ее руководитель Светлана Арестова незадолго до начала сессии. Конечно, хотелось бы выделить, наверное, аудит эффективности, который мы проводили, например, в отношении Республиканского фонда капитального ремонта. Потому что хотелось бы обратить внимание наших граждан, что именно деятельность данного фонда, на ее деятельность выделяются субсидии с бюджетом. За два года, которые мы охватывали проверкой периоды, мы выделили с бюджетом республиканского более 74 миллиона рублей. Конечно, были зафиксированы определенные недостатки, как и по бухгалтерскому учету, по трудовому законодательству, так и в части использования самих субсидий. На сегодняшний день принимаются меры по устранению данных недостатков. Уже большая часть недостатков устранено. Какого рода были недостатки? Недостаточно довелась претензионная работа, то есть с населением должниками, потому что этот функционал возложен на сам фонд. То, что касается самого ремонта, конечно, мы отдельный анализ сделали по порядку проведения конкурентных процедур. Отдельные замечания также были отмечены. И, соответственно, меры здесь сейчас в основном порядке принимаются. Одна из таких самых, наверное, интересных сфер – это контроль именно закупок вот в этой области. Как в 2018 году обстояли дела? 21% наших выявленных нарушений – это как раз касается государственных и муниципальных закупок. Проводили аудит закупок в области содержания дорог. Проводили аудит закупок, анализировали закупки при приобретении жилья детям-сиротам. То есть строительство домов культуры. За 2018 год мы все-таки путем глубокого анализа выявили определенный фактор, который указан, например, либо на ограничение конкуренции, либо на какие-то признаки согласованных действий. Но уже свой материал в таких случаях мы, конечно, отправляем более компетентным органам, в чьи полномочия входит уже квалификация самого нарушения. В данном случае это управление Федеральной антимонопольной службы. Хочется по какой-то конкретной области, например, о содержании дорог. Какие здесь были нарушения? Во-первых, большой разброс средней стоимости содержания дорог в муниципалитетах. Мы на сегодняшний день запланировали на текущий год повторно аналогичные мероприятия, чтобы все-таки понять, в чем проблема, и, соответственно, выработать какие-то рекомендации. И хотелось бы, что пользуясь случаями, раз мы все-таки обращаемся к гражданам, вот то, что касается содержания дорог, мы с 1 апреля запускаем опрос граждан. Он будет размещен на нашем сайте. Поставим как раз такие актуальные вопросы. Какие претензии у нас на сегодняшний день все-таки сами граждане видят в части содержания дорог. И мы будем очень рады, если максимальное количество населения примет в этом мероприятии, в опросе, чтобы нам было, наверное, более правильно сконцентрировать свое внимание на какие-то дороги или на какие-то проблемные вопросы, которые беспокоят наши граждане. Из вопросов, которые изначально не были обозначены в повестке дня. Отставка с поста заместителя председателя Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Эти обязанности с руководителя фракции партии «Справедливая Россия» Игоря Малякова сняли по его заявлению. В этом году Государственному совету Чуваши исполняется 25 лет. В этот раз гостем теперь уже традиционной рубрики «Время открытых дверей» стала Елена Бадаева, которая является депутатом с 1998 года или второго созыва. Елена Бадаева родилась 9 мая 1946 года в деревне Новая Ишина Янтиковского района. Начала карьеру в 1964 году в качестве штамповщицы на Чебоксарском хлебозаводе номер один. К 1985 году стала директором Чебоксарского хлебозавода номер один. С 1993 по 2014 годы являлась генеральным директором ООО «Хлеб» город Чебоксары. С ноября 2014 года по настоящее время генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод номер один». Депутат Государственного совета Чувашской республики со второго по шестой созыв. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». Елена Игнатьевна, здравствуйте. 1998 год, когда вас выбрали депутатом Государственного совета второго созыва, к этому времени вы уже несколько лет руководили крупнейшим в городе Чебоксара, одним из крупнейших промышленных предприятий. Почему еще решили все-таки стать депутатом? Это же такие дополнительные обязанности. Почему я так решила баллотироваться на депутата Госсовета? Ну, во-первых, попросила Московская районная администрация. Ну, тут обсудив коллектив, коллектив сказал, идите. Ну и мы с коллективом пошли на выборы и победили. Но с первого раза выборы у нас не состоялись, не состоялись по нашему округу, поскольку летний период, это июнь месяц был, люди выезжали в сады и они не успели проголосовать. Голосовать некому, да? Просто людей не было в городе. Потом уже в ноябре назначили повторные выборы, но там я уже с большим преимуществом выиграла. У меня всегда в мыслях и в душе, наверное, помочь людям по возможности. Я по своему округу, по Чапаевскому, в основном Чапаевский поселок, вот, всегда видела. Я в этом районе жила в это время. Кстати, в этом микрорайоне я в своем округе прожила 23 года, поэтому все беды и нужды мне были известны в этом микрорайоне. А помните свою первую сессию, вот когда зашли в зал, когда первое голосование как-то было? Удивительный случай, конечно, для... Тогда еще не слишком, конечно, молодым директором я была, но тем не менее для меня это, как вам сказать, ну, неожиданность полная, полный зал народу. Я захожу, меня сажают, вот сюда вы проходите. Ну вот я, конечно, хорошо представляю и помню. Какая-то была осторожность, конечно. Осторожность была и, глядя на других, поднимая швуку решения данного или другого вопроса. А помните какое-то, принятие какого законопроекта, какого решения вам запомнилось больше всего? Ну, больше всего в 2000 году принятие Конституции Чувальской Республики. Это было 30 ноября. Очень сильно воевали, противостояние было очень большое. Но, тем не менее, мы, вот, партийцы единогласно приняли этот, наконец, Конституцию Чувальской Республики. А вот как изменился вообще парламент с 98-го года, с того момента, когда вы первый раз пришли к депутатам? Очень много, большие изменения. Тогда в Госсовете депутатами были, среди депутатов Госсовета были много женщин. Вот это во втором созыве было 13 женщин, товарищи. А сейчас всего нас трое. А вот женщине сложно быть депутатом Государственного Совета? То есть убеждать в своих решениях мужчин, которых большинство сейчас сидит? Или нет такой разницы мужчин и женщин? Или все-таки женщине сложнее? Ну, женщина всегда подходит к решению того или иного вопроса более серьезно. Почему? Ну, это по жизни, наверное, так. Так, а как это более серьезно? Более серьезно, прежде чем идти на голосование, надо обдумать, правильно ли будет мое решение совместно со всеми. Так, а что еще изменилось? Может быть, как принимаете решение, как проходят сессии? Может быть, тогда были какие-то более бурные обсуждения или нет? В основном все вопросы у нас сложные во время принятия бюджета республики. В основном. Бурное обсуждение идет со всех сторон. Все эти другие партии, они свои предложения высказывают. Но источник финансирования никто не говорит. А где же найти финансы-то? Ведь прежде всего, что-то предлагать, надо ведь находить источник финансирования. Откуда брать для того, чтобы решить какой-то вопрос? Допустим, строить нам надо сегодня детсад. В школе, в деревнях надо строить. Там сейчас выставляют такие требования молодые депутаты. Ну, я встала и говорю, прежде чем вот ставить вам вопрос, надо же обсудить, надо найти источники финансирования. Тогда уже можно требовать. Спасибо. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова